Здравствуйте! В четверг 9 мая стал известно о смерти журналиста Сергея Доренко. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» упал с мотоцикла «Триумф» во время движения по улице Земляной вал, что в центре Москвы. Как оказалось, у Сергея Леонидовича остановилось сердце. Кто же может теперь претендовать на наследство Сергея Доренко? Журналист был жена дважды, с первой женой Мариной Федоренковой. Он прожил в официальном браке около 30 лет. У него остались трое детей от первой супруги. 35-летняя дочь Екатерина, 33-летняя дочь Ксения и 20-летний сын Прохор. Сразу после расставания с Федоренковой Сергей Леонидович сделал предложение своей коллеге Юлии Селявиной, которая после свадьбы взяла фамилию своего мужа. К этому моменту Доренко и его новая любовь жили вместе уже три года и воспитывали двух дочерей. Варвара родилась в 2010 году, а Вера в 2011. Доренко называл себя небедным человеком, однако он не был из тех людей, кто хвастается своим достатком. В 2013 году Сергей Леонидович остался буквально без всего. Во время развода с Мариной Федоренковой Доренко отказался делить совместно нажитое имущество. Он оставил четыре квартиры в Минске, две в Москве, дома в Барвихе и на Никольной горе бывшей жене и сыну, которому на тот момент было 14 лет. На тот момент журналист три года жил с Юлией Селявиной. Он успел построить дом, который остался у него после громкого развода. В дальнейшем супруги купили квартиру в доме на набережной Москвы 1931 года постройки. В программе «Вдуть» Доренко признался, что ее стоимость превышает 30 миллионов рублей. Юрист Юрий Подболошников рассказал, как будет происходить раздел имущества журналиста. Если Доренко не оставил завещание, то наследство будут делить по принципам наследственного права. 50% всего имущества, которое на момент смерти юридически принадлежало Сергею Леонидовичу, достанется его действующей супруге Юлии. Оставшиеся 50% будут делить остальные наследники в равных долях. Дети от первого брака, дети от второго брака и родители. Разделу подлежит на самом деле не все имущество, которое нажил Доренко, а только то, что юридически принадлежало ему на момент смерти. Если в квартире стоимостью в 30 миллионов рублей у него была лишь одна вторая или одна четвертая часть, то именно эту часть и будут делить по принципу, который был озвучен ранее. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!